Деньги уходят не на дела первой необходимости, а на излишнюю безопасность, говорят жители этого дома. Вместо долгожданного ремонта дорогие решетки и стальные сейф-двери у выхода на крышу. Только в одном подъезде установлено оборудование на сумму более 100 тысяч рублей. Все это деньги жильцов, которые они заплатили за содержание и ремонт дома. Я плачу против себя, ну как и получаются жители всего дома. Люди жалуются, из-за отсутствия свободного доступа на крышу, они не могут выбрать себе и интернет-провайдера по душе. Решил подключиться к интернету, но управляющая компания, получается, не отказала. Сейф-двери открываются только для избранных, уверяют жильцы. На крыше управляющая компания «Жилсервис» пускает не всех. Как говорит директор, доступ к интернет-провайдеру закрыли, потому что у них нет документов. Компания не предоставила коммунальщикам протокол собрания собственников жилья. Вскрывают кровли, везде проникают незаконно, кровли портят. Поэтому на сегодняшний день мы от интернера закрыли все и будем закрывать дальше. Управляющая компания обязана сохранять общее имущество дома. Парадокс, получается, говорят в компании. Владимир Васильев показывает бумаги. Это заявки от тех жильцов дома, которые хотят пользоваться услугами провайдера, но не могут. Люди приходят, хотят подключиться. К сожалению, мы им отказываем, раз у нас нет доступа, отправляем их в управляющую компанию. Ну, мы им, соответственно, точно так же отказывают в доступе на эту крышу. С юридической точки зрения компания имеет право размещать свое оборудование в доме, если кто-то из жильцов заключил с ней договор. Да и кроме того, в интере уверяют, все документы у них в порядке. У нас есть протокол общего собрания жильцов, где собственники дают нам свои согласия на размещение нашего оборудования. У нас есть акт разграничения, у нас есть договор с Гороэнерго. Ну, опять же, все это в любом меме мы можем кому угодно предоставить. Разбираться в ситуации придется в федеральной антимонопольной службе. Как считают в интернет-компании, действия коммунальщиков нарушают федеральный закон о защите конкуренции. Они уже готовят документы, чтобы подать жалобу. Александра Поддубна, Екатерина Кузнецова, Интера-ТВ.